Всем привет дорогие друзья, с вами Джоу и сегодня мы разберем такого героя как Антимаг. Разберать будем когда он нужен, зачем нужен и куда нужен. Когда нужен Антимаг. Антимаг нужен в двух случаях. В первом это когда есть магический урон, то есть само название Антимаг для себя, то есть Антимаг будет справиться хорошо с магическим уроном. А во втором это Кэрр с небольшой мобильностью, которому нужен фарм для реализации. Пример, это Медуза, Спектра и Снабио. У этих героев мало мобильности, но если не получают фарм, то они всех разносят. А у Антимаг есть большой мобилец, благодаря чему он может быстрее фармить. Зачем нужен Антимаг? В первую очередь Антимаг берут в реализовую мобильности, а именно блинка. Благодаря таланту его блинк становится откатом в 3 секунды, что наверно додумал бы, что есть ли пуш и фарм. А за Баттлфьюер он обычно становится как второй алхимик, то есть фармливает свои предметы за 30 минут. А второй случай это против магии. Говорят, нечего, просто против магии. Куда нужен Антимаг? А на точнее на какой линии он должен стоять? Сто процентов это ези-лайн. Потому что Антимагу не нужен левел, ему нужно просто спокойно выфлинуть себе Баттлфьюри, после чего он уходит в лес. А в миду его будут душить какого-нибудь мидер, который он будет убивать его и не давать выфлинуть на ману Баттлфьюри. А в хардлайне его просто будут пинать, то есть отправлять в таверну. Первая способность Антимага это манно-брейк. Сжигать ману при ударе и наносить 50% от сожженной маны. Урон физически. Также интересная фишка у первой способности, то что мана может сжигаться еще и в процентах. То есть чем больше урага маны, тем больше будет сжигаться мана, то есть тем больше будет урон. К примеру, Акс и Пугна. Урон по Аксу будет примерно 100, а урон по Пугне будет 200. Также сожжение маны будет работать на иллюзии, к примеру, от Макта Стайл. Но будет сжигаться в 2 раза меньше, то есть у меня на максимуме вадимана на брейк будет 64 сжигаться манным за удар, а у иллюзии 32. Вторая способность антимага это блинг, главная госпособность. Несмотря на то, что антимага это против магии, и его способности большинство говорят, что это против магии, но блинг это самая мобильная способность на данный момент в доте. Примерно с блинком вы будете фармить так же как и алхимик, но при покупке батлфьюера вы будете фармить еще быстрее, даже лучше алхимика. Третья способность это кондр спелл, имеет пассивное и активное. Если пассивное, то это сопротивление магии 70%, если активное, то это отражение всех айтемов и вещей. К примеру, вот у вас Акс, отразилось. Ультопугны, отразилось. Ульталеон, отразилось. Но так же отражают и предметы, к примеру, Атос. Последняя способность на демага, мана войд, то есть 3 ульта, но если это урон в зависимости от маны, то есть чем меньше урага маны, тем больше будет урон. Урон зайдет за маны, 1 на 1 максимальном левеле. Так же ульта действует полностью, то есть кто не попадет, будет наносен урон. Вносили он, из маны, и наносили ульту. Так же ульта дает стан, на 3 секунды. Вот у нас Акс делает, тп. И ультой это сбивается. Таланты для антимага. На 10 левеле я советую взять плюс 15 к силе, ведь это 450 хп, что подсчетовалось на большинство от тычках. На 15 левеле я советую взять плюс 400 к дальности блинка, ведь антимаг это скорее мобильный герой. На 10 таланте я советую взять минус 2,5 секунд при зарядке блинка, ведь антимаг это мобильный герой, а благодаря ему блинку, то есть который будет в кд всего 3 секунды, его будет невозможно поймать. На 15 левеле статуративно. Если у лоргов слишком много магического урона, то советую взять плюс 25 к силе магии. Если нет, то минус 50 секунд к кд ульты. Закуп и геймплей на антимага. Первым айтемом входит в себе Battlefield, после чего уходите в лес. За минут 5 вы должны выстрелить себе Матерстайл, после чего вы уже можете драться. Но чтобы убить точную жертву, покупайте себе башу, и лучше обещать его до Abyssal Blade'а. На на остальные 2 слота вы можете купить себе Сатаник или МКВ, то есть по ситуации, если это урса, которую нужно убить вплотную, то это станик, если фантомка, то МКВ. На 6-й слот вы можете себе заменить Баттлфюр, купив какой-нибудь Мульшард. То кондрер антимага. Антимага квадрат многих героев, таких как Кускар, Бульси, Кислардар, Дум и другие, то есть те, кто имеют на него подсвет или же душат его на стадии лайнинга, то есть тогда когда все фармят. Если антимагу не давать выстрелить Баттлфюр в ранней игре, то есть минуты 15-й или 20-й, это уже крайний срок, то антимага вообще офис бесполезен, ведь главная битва, то есть затронута, кто кого-то спушит, уже происходит на минуте 30-35-й. Если антимага не будут иметь хотя бы Маттлстайл, то можете сказать то, что вы уже выиграли. Всем спасибо за просмотр и помните главное, что... Ааааааааа Я хочу